Привет, ребята! Попросили показать наши мемы. Показываю. У нас их вот 5 штук. Вот это было самое первое подводный мир. Мир насекомых. Мема шедевр зарубежной и русской живописи. Пернатый мир и мема увлекательные животные. Василиса у меня очень любит мемы. Вот у нас пока что такая коллекция, потихоньку будем докупать. Прям ей нравится, она просит. Она хорошо запоминает, где какая карточка находится. И прям обыгрывает нас с мужем. Прям лихо вообще. Ну, я думаю, что все знают, да, принцип мема, что выкладываются все карточки. И каждый по очереди одну переворачивает и ищет вторую. Например, такую. О, не совпало. Закрывает, значит, обе. И запоминаете, где какая карточка. И потом, вот, например, запомнили, что в этом углу такая птица. И в этом углу такая птица. И нужно одновременно открыть. Иногда кто-то забирает себе. Выигрывает тот, кто собрал больше карточек. Вот. У меня муж всегда говорит, зачем такие большие коробки. Я с ним согласна. Вот. Вот эту вот коробку с шедеврами русской и зарубежной живописью я покупала не только с целью, вот, играть как мема в нее, но еще мы их используем на наших занятиях по искусству. И, кстати, тоже скажу, что мы всегда, вот, если находится какая-то пара, например, там, одинаковый пугай или подводный житель, или насекомый, или вот картины, то мы про них читаем из брошюрок. Во всех мемах есть брошюрки, где рассказывается про всех, кто находится на карточках. Картины, или животные, или птицы, в зависимости от тематики мема. Их, на самом деле, очень большое количество, и я про несколько уже присмотрела. Будем покупать. Это мировые шедевры. И картины русских художников. Вот. Они у меня разделены здесь. Эти под резиночку, эти просто, чтобы не спутывались друг с другом, потому что отдельно в них играем. И вот, например, у нас занятие про Рим было. И вот брали вот эту вот картину Помпеи, и читали про нее, и она у нас стояла, рассматривали. То есть тут у меня цель не только играть в нее как мема, но еще и использовать на занятиях по искусству. Да, они маленькие, но у нас есть большие картины, которые мы покупали, но не все есть. Поэтому, понятное дело, что все их невозможно собрать. А тут тоже много разных. В общем, нам прям это удобно. Ну и тоже, когда играем в мему в это, читаем про разные картины, тоже рассматриваем. Интересно, когда пару находим. Либо я, либо ребенок, либо муж, мы все вместе играем. Вот такая у нас небольшая коллекция мема. Напишите, какие у вас дома есть мема. Интересно, какие больше всего нравятся детям, если нравятся. Очень полезна эта игра, на память тренируется. Всем хороших занимашек, всем пока-пока.